Что касается о том, есть ли потепление какое-то, я думаю, что да. Ну а как же? Смотрите, ну, во-первых, уже произошёл обмен удерживаемыми милициями. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трёх точках, и это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому всё это вместе даёт нам основание полагать, что процесс развивается в правильном направлении. Что касается позиции России, то я сказал в своём вступительном слове, Россия будет делать всё, что от нас зависит, для того, чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершён. Но хочу подчеркнуть, что здесь важно, я тоже уже об этом говорил, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог. Вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Но теперь по поводу допинга и решения ВАДА. Будет ли Россия оспаривать это решение? Во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу. Ну, например, нет претензий к Российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае, в данной части решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в кассу, подать в суд. Есть и другие соображения, но нужно, чтобы всё это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнёрами. Но что самое главное, на мой взгляд, и мне кажется, с этим все на самом деле соглашаются. Любое наказание, так повелось ещё со времён римского права, должно быть индивидуально, исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересным спортом и олимпийского движения не имеющие.